Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 мая. Я вот два дня не была здесь, не отвечала вопроса на ответы, потому что эти праздничные дни были очень загружены, высадка, еще из-за погоды нигде не успеваем. Уже 2 мая у нас еще половина в лоточках, все. Но сейчас я выбрала время, сяду спокойно, отвечу на все вопросы, которые актуальны. Но я сейчас делаю по-другому. Если вопросы приходят много одинаковых, я быстро выхожу, снимаю видео. Если не будет у вас ответа печатного, вы понимаете, что сидеть в доме печатать, но вообще нет времени. Я ухожу утром, целый день в огороде, захожу вечером, пробегусь вот так. Да, нет, да, нет. Если да, нет, можно ответить, отвечу. Если ответ должен быть такой просторный, развернутый, то мне легче видео снять и выложить. Это намного быстрее. Так, начинаем. Вот по 2 томата в лунку, но по-разному. Вчера снимала, что от расположения лунок зависит и ширина дорожки, и все. И вот Дарья Одаренная 8 минут назад написала очень странный комментарий, который я вообще не поняла. Прочитаю. Меня поняли все, кроме вас, двоих, а ведь с вами нам предстоит встреча. Удивлены? Вот увидите, ждите. Я уже ничему не удивляюсь, это странный комментарий, но говорят, весной очень много странных людей оттаивает. Не знаю, что это такое, мы, короче, его оставим без комментариев. Ждите. Расима Суддикова спрашивает, где вы живете? Сибирский регион, Алтайский край, город Биск. Вот Елена Лотыш, интересно, я написала комментарий к видео, что добавлять в лунку при высадке томатов, где я сказала, что есть традиционная, есть кто хочет биотоматы, это, эко-томаты вырастить, и есть экзотическая. Она написала, что было время, я в лунке ничего не добавляла, поливала одной водой. Действительно, урожай был в две помидорки из куста, но это когда бедный грунт, конечно. С годами стала перегной, класть в каждую лунку и золы, поливала настоем из крапивы, результаты были лучше. Вот задумалась, может, минеральное удобрение попробовать. Да, нужно все поэкспериментировать, и поймете, что вам лучше. Ну вот все, даже биологи уже сейчас оправдали все эти минеральные удобрения и пишут, что в минимальных, в оптимальных дозах, и если еще совместно с органикой, прекрасный результат никому не повредит. Конечно, тут не нужно злоупотреблять и переборщить здесь нельзя ни в коем случае. Татьяна Калинкина пишет Доброе утро, уважаемые садоводы! Во Владимирской области дождь. Так ждем солнышко. Ну, солнышко ждут многие. Вот Эко-дача пишет Интересненько, нужно попробовать. Это по два томата. Надежда Уткина пишет Оля, здравствуйте! Да, нынче погода нас не балует, но мои пробные томаты вроде бы выдержали. Несмотря ни на что, буду практиковать ваш опыт. Мне это ближе. Вы мне только добавили уверенности. И Надежда Куликова пишет Ах, точно вашим негритятам свобода, только не нашим. Наши пока на подоконнике. Но это мои, скоро, завтра открою уже, будут почти на свободе. Надежда Красикова спрашивает вот про сгоревшие. В прошлом году я поздно высаживала на черную ткань и была жарище, и поэтому нынче решила все пораньше делать. Лучше пусть немножко подмерзнут, чем сгорят. Ну, вообще, и то, и то плохо, конечно. Пишет, что как посадка на черный материал. Это видео прошлогоднее. Да, это видео прошлогоднее. Нынче я уже снимала весной, рано, по-моему, в марте, о том, что мне понравилось, какие там, какие трудности были у меня при посадке на черную ткань. Это видео есть? Посмотрите, пожалуйста, начало марта, по-моему. Вот тут пишут. Ну, слава богу, я за ваши помидоры переживаю больше, чем за свои. Это вот про те, которые в тоннеле, которые ночами сидят в холоде. Пишет Татьяна Погуда. Здравствуйте, у вас погода, как у нас? Нам бы сегодняшнюю ночь отстоять. Да, еще одна ночка холодная будет. Наташа Каракулева пишет. Как хорошо, когда тепло, к нам на Урал пришло тепло. Всем удачи. Вот, я поделюсь приобретенным опытом, пишет Галина Самарина, вот как раз про то, что все-все вкапывают в эти лунки при посадке. Тоже уже помню, вроде прочитала где-то, что хорошо добавлять сырую рыбу при посадке, и так получилось, что завалялось немного рыбки, и хоть, хорошо, хоть понемногу ложила, у некоторых помидор был странный вкус. Сначала не придала этому значения. На следующий год уже решила рыбные отходы закопать в лунки. Пришло время урожая, отнесла к сыну, а он, мама, что-то у помидор вкус рыбы. Больше уже решила не пробовать. Вот видите, как оказывается, у одной, одна мне в прошлом году писала, что когда она закопала рыбу свежую в луночке, и на следующий день пришла, со всех соседских огородов пришли коты, на запах этой рыбы. Все равно пахнет же, ну как и руками, все там земля пропахивает. Они раскопали всю эту рыбу, разрушили все эти лунки помидорные, рыбу все это украли, там где украли, где просто сломали томаты. И она говорит, я пришла в ужас, что вот эта свежая рыба приманила только котов. Польза была или нет, она так и не поняла. А вот этот комментарий, впервые я узнала, что еще могут томаты приобрести вкус рыбы. Ну вообще, да, если они выращивались на этой рыбе, вполне возможно, с запахом селедки. Кукой коже! А интересно, если бананы закапывать, как некоторые вот рекомендуют, будут банановый вкус, томаты приобретут или нет? Вот Светлана Ги пишет, моя землячка, Оль, у нас уже обновили прогноз погоды, погода на ближайшую ночь стоит уже минус 6, и на последующие ночи заморозки чуть послабее. Ну минус 6, что-то это много, минус 4 сегодня было у нас. Алена Шатковская пишет, интересно это про то, что добавлять в лунку. Пишет, добрый день, нигде не угасно, какой регион, Алтайский край, город Бийск. Я теперь стараюсь в описании к видео указывать, когда успеваю, указываю. Наталья Петренко пишет, это вот про то, что где там печку мы топили, она немножко дымила, и там вся, вся вот эта рассада тоже пахнет таким дымком, копченым. Пишет, Олечка, зато о копченых томатов, редители болезни будут отскакивать, как черт от Ладана, точно. И Пономарева Ольга пишет, вяленых томатов наелись, запеченных наелись, только теперь копченые поедим. Татьяна Погуда пишет, Иркутская область обещают минус 8, надо выжать помидорком. Вика Янович спрашивает, напишите, пожалуйста, на чем стоит теплица, на брусе или прикопано, если грунтозацепывание у вас есть сильные ветра. Мы стали сильно делать вот эти грунтозацепы, как вы называете, после того, как у нас 2 года назад унесло теплицу. И унесло теплицу, не просто сдуло с места, а унесло через 2 улицы, и она прыгала по соседним улицам, нам приехали, сказали, там ваша теплица скачет. И мы теперь сильно закрепляем, вот большие шпильки такие, из арматуры муж сделал. А вообще, все теплицы, которые на улице, у нас не на брусе, не на фундаменте, просто завалинки делаем. Есть у меня видео, нынче снимала, весной, рано весной еще снег был, называется теплица на фундаменте или без, и я там рассказывала, какие у нас на теплице, какие на фундаменте, какие нет. У нас на фундаменте только придомовая теплица. Остальные все такие мобильные, их можно перенести с места на место, если что. Но вот эти шпильки большие, грунтозацепы, как вы сказали, первый раз такое, правда, слово я увидела. Мы это, якоря их называем, якоря у нас есть, да. Так. Вот Галина Фукина пишет, Олечка, не меняйтесь, мне 68 лет, я наслаждаюсь общением с вами, огород более 30 лет, говорите и говорите, нас много, каждому пригождается свое что-то, или ваша информация, или из комментариев, все же взрослые люди, но берите для себя, что вам нужно, с учетом своих возможностей, своего грунта, своей погоды. Кому, е-мое, мимо, а про дырочки в ящиках, конечно, жалко, меня муж чуть не съел за подоконники, но благо, что в светофоре ящички дешевые, я покупаю попарно, ящик с дырками, ящик без, подставляю что-нибудь в нижнее, все, можно в поддон, но я не нашла место, ну, короче, это про то, что очень много вопросов однотипных, и вот когда спрашивают уже в сотый раз, а делать ящички в поддоне или нет, я снова начинаю рассказывать, что дренажные отверстия обязательно нужны, многие возмущаются, но зачем вы вот эту элементарщину засоряете, там лучше бы что-нибудь полезное сказали, но действительно для кого-то это совсем не нужный, а кто-то впервые, вот сегодня прочитала комментарий, который меня тоже удивил, но таких много, и одна зрительница написала, спасибо за то, что сказали, что в лунку нужно что-то ложить, она говорит, я впервые слышу, что в лунку при посадке нужно что-то добавлять, для нас, опытных огородников, это кажется очень странным, потому что мы привыкли, что должны знать все, что дырочки в лотках должны быть, что лунку удобрения, но есть люди, которые вот только, может быть она жила в благоустроенной квартире, у родителей не было сада-огорода, она решила завести, откуда ей это взять, в школе нас этому не учат, если родители были не посвящены в огород, то и ребенок ничего не знает, это хорошо, что люди интересуются, те, которые вообще отброшены были от огорода, всю жизнь, всю свою сознательную жизнь, и тут раз решили, например, землей позаниматься, все буду рассказывать, от ниточки до дырочки, не обижайтесь, кто уже опытный, ну пропустите сквозь ушей, сделайте вы, будьте лояльны, будьте как-то менее эгоистичны, у нас у всех разный уровень образования, кто-то знает почти все, и я уверена, что многие знают даже больше меня, я согласна с этим, а кто-то не знает вообще ничего. Так, Валентина Папина, добрый день, посадила впервые подвал в лунку, иногда, кажется, все поняла, ведем в один ствол, а вот детерминатный, сколько стволов, еще такая ситуация, после заморозков, Инда не осталась, посадила, ну короче, смешанные посадки сделала, тут уж нужно опытным немного потерпеть, когда нашим новичкам я все разжевываю, иногда, конечно, слушать это не очень приятно, одно и то же, одно и то же, ну ладно. Татьяна Большакова пишет, надо удобрять в зависимости от почвы, от места произрастания, извините, но бананы и яйца я считаю просто бред, наши бабушки и мамы выращивали без этого. Вот смотрите, я тоже считаю, что это лишнее, я никогда этого не делала, но и как я говорю, что, ну сейчас мы видите, у нас такой век обилия вот этой информации, иногда читаешь в статьях, ну кажется, ну бред бредом, а в глубине души где-то теплится вот такая мысль, маленький зародыш, а если попробовать, а вдруг это правда, вот мы же огородники, мы все в душе авантюристы, авантюристы, и вот поэтому люди покупаются на это, и все равно закапывают, начинают закапывать, вот как про эту рыбу, ну зачем закапывать свежую рыбу, одна закопала, кошки украли, другая закопала, эти томаты рыбой воняют, все знают прекрасно, испокон века, что если нужен вам фосфор, ну посыпьте немножко суперфосфата, ну зачем усложнять все это, но опять же, я и тех не осуждаю, кто это все закапывает, хочется наверное испытать, а вдруг правда получится какое-то чудо чудесное, и вырастет такой томат, и будут там одновременно и помидоры, и селедка висеть, и все будет прекрасно, а если еще туда добавить банан, то будут томаты с запахом банана, а селедка, не знаю с чем, дальше у меня фантазии не хватает, но сейчас придумают очень много методов, пробуйте все, если вам хочется, если есть время, если есть средства, я вот этого делать конечно не буду, потому что у меня более, как бы, более такой деловой, практичный подход, у меня реальный огород, я делаю только то, что нужно, потому что на лишнее, если честно, времени нет, выращиваю всегда по многу, иногда конечно, вот я сейчас огурцам, теплый полик опять купила, соблазнилась, экспериментирую, но я уже заранее знаю, что это только эксперимент, я готова к тому, что может быть и не получится, вот я их сейчас высажу, и теплый пол не поможет, и они замерзнут, потому что еще рано, потому что у нас холодно, но я желаю вам, чтобы все ваши эксперименты заканчивались удачно, чтобы все у нас было со знаком плюс, настроение, чтобы было хорошее, чтобы какие бы комментарии не написали, чтобы мы в первую очередь думали о том, что человек пишет о хорошем, вот как с Дарьей одаренной получилось, почему-то подумали, что она именно пишет с подвохом, с каким-то подколкой, потому что слишком много людей заходят, которые хотят поязвить, там унизить, уколоть, и мы почему-то сразу, который комментарий чуть непонятный, странный, нам кажется, что он как в негатив уходит, а оказывается, девушка имела наоборот, ну как, хороший настрой, она наоборот сказала, что ей все это нужно, и вот давайте все даже комментарии, в первую очередь, воспринимать как позитивные, а потом уже, если это окажется наоборот, ну значит, увы, среди нас есть такие, но все-таки, через вот такую позитивную лупу, лучше смотреть на мир, больше получается, для тех, кто хочет, например, также смотреть с позитивом, я хочу сказать, что у позитивных людей всегда получается больше на 100%, это я уже уверена, и лучше в карьере, и лучше во всех делах, и эксперименты всегда заканчиваются, только удачно, потому что мы уже настроены на это, и я уверена, что мои огурцы, вот сегодня увидите про них, на теплом полике, вырастут и не замерзнут, все, до свидания, всех поздравляю с праздником 1 мая, который был вчера, тут очень большой комментарий, я читать не буду, я только скажу, вот вам, Валентина, что я сейчас все эти, вот все-все, постепенно, каждый досконально вопрос, начинаю снимать видео, и вот о том, как вести детерминатные, сколько стволов, как это, как это, делаю ли я, такие смешанные, когда один dead, другой in dead, все-все буду рассказывать, конечно, вот в формате ответа на вопросы, это сказать невозможно, но буду выходить, прям в эту, в теплицу, и уже сегодня начала, уже сейчас буду выкладывать, вот эти видеоролики, дальше, а вот, пожалуйста, Оксана Спиридонова, спасибо вам, я вообще не знала, что нужно лунки, можно и нужно заправлять, спасибо, что все досконально объясняете, вот вы понимаете, какие мы все разные, мы все разные, и мы должны немного быть терпимее, не надо, вот про колышки одна сказала, ой, ну это вообще смех, уже на каждый чих, это, выпускает видеоролик, даже про колышки, а некоторые вообще не понимают, какую высоту колышка, где их брать, зачем, как подвязывать, будем все, раз уж у нас азбука, как я говорила, с самого начала, азбуки, глагол и так дальше, так, в этом году тоже буду подвалунку высаживать, но у меня тут опять что-то с камерой начало отключаться, надо, короче, покупать профессиональную технику, а я как на фотоаппарат, как снимала, так и снимаю, он уже отказывается со мной работать, говорит, что для него это слишком много, нагрузка большая, вот опять тоже, Ольга Павловна, скажите, низкорослые в первом ряду, во сколько стеблей вести, также второй, третий ряд, самые высокие, остальные, это все, все буду сейчас рассказывать, один, уже сняла видеоролик, как формировать томаты для получения раннего урожая, то есть два варианта, что можно ограничивать на трех кистях, можно не ограничивать, так, о поливе, после высадки, сейчас вот именно этот видеоролик иду снимать, о поливе обязательно сегодня сниму, это очень важно, могу сказать одним словом, полив во время высадки должен быть обильным, влагозадел на несколько дней, так, на каком расстоянии, буян в грядке, буян зависит от того, как будете выращивать, некоторые его подвязывают к колышку, он идет в высоту, тогда можно его чуть-чуть расстояние уменьшить, можно даже 40-30 сантиметров, потому что он такой компактный, если я иногда выращиваю его просто в лежачем положении, вообще без подвязки, тогда он немножко имеет свойство расползаться, он как монгольский карлик, вот так в разные стороны распустит, тогда желательно больше расстояния, вы вот подумайте, если к палке будете подвязывать, то значит, можно почаще, а если не будете подвязывать, оставьте расстояние для расползания, вот этих стволиков, так, вот про муравьев, как бороться, тут тоже про заморозки, вот смотрите, Елена Баранова написала, можно посадить по два томата в одну лунку, в шахматном порядке, я это видео только что сняла, все объяснила, пишет тоже, я еще чайник, очень жду, вот сейчас посмотрите, часа через два-три, оно уже выйдет, у меня еще интернет, очень медленный у нас, не знаю, это зависит от того, что мы живем в провинции, или вообще просто от того, что у нас вся техника такая, не очень на высоте, не профессиональная, поэтому видео загружается очень долго, у меня вот пять готовых видео стоят в очереди, когда загружу, не знаю, так, вот Татьяна Заикина, за что говорить спасибо, можно покороче, поговорить не с кем, устала слушать, до конца не дослушала, все фигня, не нужны бестолковые советы, ну вот Татьяне Заикиной, конечно можно, я хочу пожелать, просто пойти на другой канал, где говорят все коротко и ясно, тот блогер, которому пишут тексты, конечно, он сел, прочитал за три минуты, все, я значит вам не подхожу, я потому что говорю только от себя, и у меня очень много вставок, вот таких, да, которые не по теме, и если поговорить не с кем, вы пишите мне поговорить, есть с кем, у меня дома очень много, у нас населенная семья, но я говорю много, не из-за того, что мне поговорить не с кем, а я просто хочу донести до новичков, вот добиться, достучаться, вот, всю информацию донести, делаешь из благих намерений, обязательно найдется человек, которому это не нравится, но мы все разные, им надо идти на другой канал, все, так, спасибо за совет, и за вашу искренность, все просто без загадок, из-за кедонов, от вашей непосредственной шуток, просто в восторге, видите, комментарии разные, вот тому, кому нравятся и мои шутки, и вот мои добавки, которые не по теме, тот, конечно, здесь останется, остальным я советую идти, на каналы с научным уклоном, где говорят только по делу, так, потом, какое же расстояние между этими парами, никак не пойму, вот тоже буду снимать видео сегодня, возможно, когда вы этот выпуск будете смотреть, видео уже будет, обязательно все это расскажу, написано, подвяла рассада томатов, что делать, заранее благодарю, вот это я не могу оставить без ответа, но ответ однозначен, тоже не может быть, от чего подвяла, может быть, она у вас от холода немножко, как ее пришпарила, или наоборот, ей жарко, может быть, нужно притянить, вы посмотрите, бывает томат подвял, у него, если сухой грунт, если сухой грунт, в лотке или в стаканчике, начинается вот эта унылость листиков, он делается, он все живет, но он живет, из последних сил, у него вот эти унылые листья, стебельки, вы посмотрите, короче, три причины, проверьте грунт, должен быть влажный, проверьте температуру, в которой он стоит, лучше не выше 25, если выше, то притеняйте, повесьте тюль, повесьте белую ткань, повесьте на эту стенку, где он в теплице, или в окне газетку, если он стоит на улице, или в теплице в холодной, может быть от холода, опрыскайте эпином, очень много всяких причин, ищите, вот пишет, Олечка, вы устала выглядеть, тяжелый труд повезти, я устала, потому что это конец рабочего дня, я села на это ведро, у меня вот любимое железное ведро, подушечка минион, там внук ударила, голова внука переросла, размер подушки, я взяла ее, подкладываю, и сижу, конечно, я когда сяду, такое удовольствие, вид усталый, но это приятная усталость, лучше всего, лучше, чем так устать, чем устать от безделия, от лежания на диване, так, а, куриный помет, вот спрашивает Ирина Ванова, что такое курьяк, а, я даже слово курьяк не знаю, но потому что я живу в городе, у нас кур, конечно, нету, позапрошлогодний курьяк, можно в лунку под томаты, его, конечно, можно куриный помет, но я им не пользуюсь, потому что у нас его нет, вы будьте с ним осторожнее, он тоже может привести к жированию, это очень такое активное, азотосодержащее удобрение, обычно делают раствор коровика, ой, и коровика, и вот этого куриного помета, и добавляют уже в маленьких, в маленьких, не концентрированный, вам нужно посмотреть в интернете, как люди разводят куриный помет, я честно скажу, в этом деле я вам не советчик, у нас нет ни кур, ни куриного помета, и ни разу в жизни я куриным пометом не пользовалась, ну просто взять нигде, мы вот перегной животного происхождения, и растительного происхождения используем, да, потому что он у меня есть, растительный сама делаю в компостной куче, а животные мы покупаем, а куриный помет, у нас даже близко нигде нету курочек, так, а вот, это как раз та, которая, которые первый комментарий я не поняла, так, сейчас, сейчас, Дарья Даренова пишет, главное, Оленька, чтобы вы были, причем долго-долго, в здравии, настроении, остальное с Божьей помощью найдем, все, все-таки, два ствола, с чем его едят, и как трудно, какая мы благодарность, благородница, я тут вообще, меня запутали они, вот пишет Дарья Даренова, да, Олюшка, для тупых очень нужны ваши разжевывания, что такое, два ствола, с чем это едят, ой, как трудно, я не знаю, это шутка, или это на самом деле трудно, но я буду все равно все рассказывать, а вот Галина Падрина у нас завелась, которая на каждый комментарий, даже вот на другие комментарии, комментирует, пишет, ну, что ты такая неблагодарная, если уж такая огородница, прорекламируй свой ролик, я не поняла, это мне она сказала, или кому, тут кошка Лаурка пишет, да, вот представляете, себе очень благодарна, за такое разжевывание, даже после, хочется кое-что уточнить, Оля пообещала дальше разжевывать, так что надеюсь, для себя получить ответственность, а вы, Дарья, завидуйте молча, и не мешайте нам учиться, тут Дарья пишет, эй, народ, о чем вы, я себя имела ввиду, потому как начинающий огородник, понятия не имею, что, как, а вы не разобрались, не поняли вопросы, сразу чернит человека, а, ну я поняла, она, Дарья вроде как пошутила, но она пошутила так, что я тоже не поняла, что вот тут вот, что такое в два ствола, с чем идят, ой, как трудно, и вот эти человечки, можно было понять, что она как с подколкой говорит, и люди так и поняли, я тоже, если честно, примерно так поняла, и вот потом уже все это прояснилось, Дарья, вы когда пишете, вот такие как, ну, двухсмысленные выражения, вы поясняйте все-таки, пишите, или шутка, или что-то, потому что я, и вот некоторые другие зрители, тоже не разобрались, потому что непонятно было, то ли вы, это не разобрались, поэтому, это не разобрались, потому что, Продолжение следует...